Китай на этом инопроме представляют 130 компаний. Наши соседи хвастаются космическими спутниками, скоростными поездами, целебными мазями, конечно же, чаем. Россия удивляет роботами, станками, тяжелой техникой, новыми веществами, научными разработками и культурой. Для Екатеринбурга, кстати, инопром очередной повод задуматься о надвигающемся трехсотлетии. Им сегодня стало известно о нескольких грандиозных подарках городу. Обо всем по порядку, Ирина Шудько. В этот шкаф заглядывать не нужно. Он сам выдаст вещи по первому требованию. Интеллект теперь есть даже у склада. Специальная программа запоминает, что кладут внутрь. Потом нужно лишь ввести код, и ваши туфли, молотки или кастрюли сами приедут в руки. Каждая полка делится на ячейки, и к каждой ячейке приписывается артикул. Можете либо вызывать полку, это самое простое, там полка пятнадцатая или там двадцатая. К вам приедет полка. Реализован принцип товар к человеку, а не человек бегает по этажам и ищет товар. А этому роботу ничего искать не надо. Его орлиный глаз заметит самый крохотный изъян. И вещь отбракует. Его работа – сортировка. Он тело-электронных людей появились чувства. Человеческих прикосновений эта машина будто пугается и замирает. Но сентиментальный аппарат наделен железной выдержкой. Возможно, поэтому так заинтересовал хирургов. В некоторых ситуациях он помогает хирургу, в некоторых ситуациях он замещает хирурга. И управление идет удаленно. Если специалист грамотный находится на другом конце света, то он по удаленной связи через интернет, через специальную систему управления может управлять роботом и проводить операцию. Объединять, кажется, призвана вся выставка Иннопром. От коммуникации в интернет-сетях всего два шага до сетей транспортных, не менее инновационных. Инновациям на выставке можно в буквальном смысле прикоснуться. К примеру, китайские железные дороги приглашают сесть в кабину машиниста в высокоскоростной электричке и прокатиться на скорости в 350 км в час. К слову, в России до такой скорости не разгоняется даже самый быстрый Сапсан. Первый павильон превратился в одну большую выставку транспорта. На стенде УГМК, к примеру, красуется макет фюзеляжа нового самолета для малой авиации. Он сможет летать в два раза дальше собратьев. Модель планируют запустить в производство уже через пару лет. По соседству с воздушным судном – наземный адмирал. Троллейбус, который может ездить без электричества. А его рогами управляют с джойстика. Водителю теперь не придется выходить на улицу, потому что это все-таки большая транспортная линия. Его могут машины зацепить. Он может все это делать теперь с пульта. Влево, вправо, в любую сторону. А вот стенд Екатеринбурга в этом году сменил имидж и стал не выставочной, а дискуссионной площадкой. Четыре дня здесь будут проходить важнейшие для города переговоры. Одно из соглашений обещает изменить до неузнаваемости Екатеринбургский зоопарк. Его перенесут в микрорайонного Кольцова. Выделенный участок в 15 раз больше того, который сейчас занимает Зверинец. Это возможность и заниматься наукой, и более комфортные условия не только для посетителей, не для животных. Там не только животные будут. Там будет и зона развлечений, зона гостеприимства. В комплексе предполагается и строительство гостиницы. То есть многофункциональный подразумевает, что там будет такой мультизовосад. Масштабы проектов впечатляют, как и сама выставка. Обойти все павильоны за один день под силу, наверное, лишь роботу. Впрочем, у участников еще три дня на то, чтобы увидеть все чудеса техники. Ирина Шудько, Антон Лимонов. Новости 41-го канала.